Реджеп Эрдоган 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 прекратит работу ввиду выхода из строя основных коммуникаций. Иван Яковина. Киев, Турция и ООН согласовали маршрут движения 14 судов зерном, несмотря на выход РФ из зерновой сделки. Таким образом, Москва перед выбором. Либо атаковать мирные суда, рискуя нарваться на бой против кораблей НАТО, либо смириться с тем, что РФ никто не воспринимает всерьез. Юрий Романенко. Жду сегодня с нетерпением, как Россия будет топить корабли из конвоя, которые будут охранять турецкие корабли под эгидой ООН. Эрдоган посадил Путина вместе с Западом на растяжку. Вован привык, что можно договоренности вертеть как хочешь. А тут Цукцванг. Андрей Пиантковский. Эрдоган устойчивый альфа-самец в их паре с Пу. Трусишка немедленно сполз с выхода из зерновой сделки на временную приостановку. Россия получила звонкую оплеуху от Украины и Турции и вынуждена была вернуться к выполнению зерновой сделки, о выходе из которой Кремль заявил всего лишь несколько дней назад. Тогда истерика у Путина случилась из-за удара по военному флоту России в Севастополе. И, как обычно бывает в таких случаях, получив военный удар, понеся военное поражение, Россия решила отыграться на гражданских целях. Россияне нанесли удары по украинским электростанциям, то есть по гражданским объектам, а также заявили о выходе из зерновой сделки. Фактически это означало, что российский флот будет препятствовать вывозу зерна из Украины. Но дальше началось самое интересное. Быстро выяснилось, что российский флот теперь банально не в состоянии исполнить угрозы Кремля. Если в самом начале войны российские корабли вели себя в Черном море очень вольготно, подходили практически вплотую к берегу, их можно было увидеть невооруженным глазом из Одессы, они могли высаживать десант на остров Змииный, то с появлением у Украины современного дальнобойного оружия и дронов ситуация резко изменилась. Россия поплатилась, сначала потеряла ракетный крейсер Москва, затем вывела свои войска с острова Змииный, потому что просто не могли его удержать, украинцы топили корабли. Российский флот отошел в Крым, забился туда куда-то в Севастополь, но после недавнего удара по Черноморскому флоту выяснилось, что и там российские корабли не находятся в безопасности. И вот оказалось, что заблокировать украинские порты российский Черноморский флот больше не может, а бить по кораблям с зерном, которые уже выплыли, не получится, потому что эти корабли идут под турецким флагом и атаковать их означает фактически вступить в прямой военный конфликт с Турцией. Понимая, что Россия никак не сможет реализовать свои угрозы, Эрдоган заявил, что он просто продолжит дальше вывозить зерно из украинских портов, как и раньше. А турецкие эксперты стали просто откровенно насмехаться над угрозами Кремля на своих эфирах. Вот я просто для примера сейчас покажу фрагмент эфира с турецким экспертом, он на английском языке, но я сделал субтитры просто, чтобы было понятно. В этой ситуации России не осталось ничего, кроме как унизительно утереться и сообщить о том, что она остается в зерновой сделке. Российская Федерация считает, что полученные гарантии на данный момент представляются достаточными и возобновляет реализацию соглашения, инициатива по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины. После провала позорного вторжения в Украину, слабость и отсталость российской армии стала очевидна всем. А Путин просто-напросто утратил какой-либо авторитет на международной арене. Отсюда и такое к нему отношение. То есть, если миф о второй армии мира был развеян еще весной под Киевом, то миф о великом российском флоте утонул в Черном море. И понятно, почему о Путина сейчас вот так вот вытирают ноги совершенно демонстративно, потому что все поняли, что он из себя представляет. И мы видим, что тот же Эрдоган показал, что он является полноценным, таким полновесным хозяином на Черном море, и никто ему не указ, и никто ничего не может сделать. И вот этот вот момент, который просто вызывает у меня глубочайшее непонимание. Я не понимаю, почему россияне до сих пор не поняли, не увидели очевидную вещь, что вот это идиотское совершенно нападение на Украину, оно России не принесло вообще ничего. То есть, никак никого не усилило. То, что они там кричат у себя на канале, что там на своих телеканалах мы там показали, мы продемонстрировали, да что вы показали. То есть, вы показали просто слабость России. Весь авторитет, который был, весь престиж Путин просто взял и уничтожил просто своими руками. Вот этот пример с зерновой сделкой ярчайшее тому подтверждение. То есть, Россия не добилась вообще ничего, ничего не получает, кроме какого-то бесконечного позора. То есть, все убедились, что Россия слаба. То есть, Путин не увеличил, не раздул авторитет, не показал силу, а показал слабость. И теперь, конечно же, результатом этого всего будет колоссальный вред и очень высокая цена, которую Россия заплатит. Поэтому наилучший выход для россиян это просто вот остановиться прямо сейчас, прекратить эту дебильную войну, пока не поздно. Потому что чем дольше это будет продолжаться, тем большую цену они потом будут платить, тем сильнее будет ущерб. И вот таких моментов будет еще очень-очень много. И это не я придумываю, это не украинская пропаганда. Это то, что каждый может увидеть своими глазами и проанализировать какие-то простейшие процессы, которые происходят просто у всех на глазах. Поделитесь видео, друзья. Нужно доносить эту информацию до как можно большего количества людей, чтобы люди начинали думать. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал. Это тоже очень важно. Субтитры создавал DimaTorzok